Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте поговорим вот о чем. Братья Иосифа взяли на себя очень неблагодарную миссию. Они решили принимать решение судить и приговаривать. Они были абсолютно уверены в своей правоте. И вот иногда мы тоже берем на себя роль судей. Нам кажется, что мы боремся за справедливость, за правду. Но, к сожалению, это далеко не так. Более того, любая борьба со злом, реальным или таким, что нам кажется, требует очень больших знаний от человека. Иначе он ошибется по-любому. Рассказывают, как-то, войдя в синагогу, великий раввин Хафицхайм увидел, как разъяренная толпа евреев избивает какого-то человека. Остановитесь, он кричит. Что тут происходит, Хафицхайм? Мы поймали вора. Радостно сообщили ему кто-то из толпы. Прямо на месте преступления. Злодей хотел украсть свитки Торы. Нет, сказал Хафицхайм. Возможно, этот человек вор. Но он не злодей. Злодеи и преступники – это вы, нарушившие закон Торы. Кто вам дал право поднять на него руку? Сказано в Торе, что вор должен возместить нанесенный ему щерб. Но нигде не написано, что его следует избивать. Вы же наносите ему вещи. И теперь о вас, а не его, а вас следует судить. И вы должны будете расплатиться с ним по закону. Понимаете, насколько тонкая вещь в иудаизме – это понятие правоты. Мы видим знания и мудрость вообще лучшие подеватители по жизни. Соломон Ибн Героль написал в своей книге «Жемчужина мудрости», что учителя спросили как-то, как ты думаешь, кто более великий – богач или мудрец? Тот говорит, мудрец, конечно. А почему тогда мы чаще видим мудрых у дверей богачей, чем богатых у дверей мудрецов? Учитель говорит, ибо мудрые понимают ценность богатства, но богатые не понимают цену мудрости. Нам надо быть понимающими. Порой, вот, смотрите, как все сложно. Написали мудрецы, что порой бывает, что из двух зол надо выбрать меньшее. Так называемый принцип меньшего зла. Например, когда человек тонет в реке, можно оборвать веревку, на которой сушится чужое белье, и кинуть утопающему. Это великая заповедь спасти человека. Написано, спасающий жизнь одного человека, как будто спасает целый мир. Но с точки зрения еврейского закона, это абсолютно не снимает со спасителя обязанности заплатить хозяину веревки за нанесенный исчерп и за испорченное имущество. Булочки отдельно, изюм отдельно. Так говорит Тора. В мире все очень просто. Порой мы не обращаем внимания на любой негативный поступок, даже если нам кажется, так сказать, совершенно незначительным. Но этот поступок всегда вводит в игру разрушительные силы. Когда мы говорим что-то грубо, когда мы обманываем, воруем, оскорбляем или наносим вред другим людям, щелк в эту минуту, мы ничего не видим. Но мы создали силу суда. Это негативная сила, говорит Каббала, является невидимой причиной всего, что идет не так потом в нашей жизни. Это может занять через минуту произойти, через несколько месяцев, через несколько лет. Но мы обязательно, написано, сталкиваемся с последствиями своих поступков. Вообще, вот написано, мы всю жизнь боремся. Хафецкайм говорил, что дурное побуждение названо царем престарелым и глупым. То дурное побуждение, которое нас все время толкает не туда. А почему? Неужели оно глупое? Совсем нет, как раз наоборот, очень умное. Но глупое, это не описание его, а указание на ремесло. Сапожник, тот, кто делает сапоги, трубочист чистит зубы. А дурное побуждение названо глупым, потому что по профессии его ослеплять человека, делать его глупым. Поэтому надо понять, что нас пытаются сделать глупым. А кто хочет быть глупым? Есть такая Мишна в трактате Бава Мецея, двое держатся за Талит. В книге Зар приводится каполистический комментарий к этой Мишне. Талит это человеческая душа, а двое это дурное начало и доброе начало. И каждый говорит, все мое, он борется за человека. Мы видим, что две силы всегда борются. И не просто представить ситуацию, когда победит доброе начало там только. Все время такая борьба существует. Всегда. Не все праведники. Как победить в этой борьбе? Мудрецы дают рецепт. Очень часто в жизни наступает момент, когда что надо? Начать все-таки действовать. Вот главный рецепт. Действуйте. Разумеется, осмысленно, но действуйте. Эти моменты наступают очень часто. Вместо очередного этапа размышлений, там, я и Бог, там, или просто вечера, который сидит такой весь в неге, нужно встать и пойти на урок ТОР или открыть книгу, начать заниматься. Когда вместо мысли, кто виноват, нужно просто помириться или не помириться, но что-то сделать. И вечно откладывать там диета с понедельника, чтобы она началась завтра, а не с понедельника. Если хочется изменить жизнь, надо это сделать прямо сейчас. Вот рецепт успеха. Птица, написано, способна взлетать выше и выше, но при одном условии, что будет непрерывно махать крыльями. Если же она перестанет, то сразу полетит вниз. Так и с человеком. Это сказал рабе Израиль Саланта. Пока он безостановочно работает для продвижения, для движения в духовности, он может взлетать и подниматься к высоким духовным ступеням. Но если он остановится в этом движении, то он скатится в самый низ. Давайте позаботимся, чтобы мы немножко махали своими крыльями. Брахава от слуха.